Вот почему, смотрите, Иисус и говорил Никодиму, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Когда Иисус говорил о Боге, а я напомню вам, что Он пришел в религиозную среду, где были все верующие, в данном диалоге Он вообще беседует с одним из лидеров религиозных Израиля того времени, человеком, у которого не было недостатка в изучении Торы, в каких-то богословских знаниях того времени, он был учителем, религиозным учителем Израиля. И этому религиозному учителю, который наверняка мог очень много чего рассказать о Боге, поскольку Он этому специально учился, этому знатоку Иисуса говорит, что разница в том, что мы говорим о том, что знаем, мы свидетельствуем о том, что видели. А вы не принимаете нашего свидетельства, потому что у вас его нет, вы это не видели, вы это не переживали. Для вас это просто чьи-то слова. Они могут убеждать кого-то, а кого-то не убеждать. Кому-то они могут показаться интересными и аргументированными, а кому-то речи Христа казались ересью, отступлением от Бога. Но они этого не переживали, в этом-то была и разница. Христос переживал это. Я думаю, да, что в современном христианстве, которое, конечно же, принимает Христа и Его Слово, и Новый Завет, тем не менее, так много противоречий между разными служителями, разными богословами, разными христианскими конфессиями. Именно по этой причине мы читаем слова Христа, и каждый как их понимает. Один так понимает, другой этак понимает. И вот мы собираемся, у нас разное понимание, и мы считаем наше понимание правильным, его пониманием не таким, потому что он не так это понял, а я так понял. И вот отсюда споры, разногласия и противоречия. Потому что восприятие идет чисто умом, как информацией. Вот мы воспринимаем из Евангелия информацию. Вот Иисус так сказал, вот Он то сделал. Но Иисус показал нечто большее. Он показал, что вот есть что-то, что можно самому пережить. И когда ты сам переживаешь это, тебе становится понятным, о чем говорил тот человек, который переживал подобное. В этом-то и проблема, почему так многие люди не воспринимали Иисуса. Вот в седьмой главе Евангелия от Иоанна, 16 стих, смотрите, Иисус отвечал им и сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. То есть понять то, что говорил Иисус, можно только если ты переживаешь это. Не просто ты узнал об этом, а ты переживаешь. Он и говорил, что кто хочет творить волю Его, когда ты стремишься познавать Бога, тогда ты начинаешь понимать свидетельство Иисуса. Но если нет вот этого духовного познания, нет духовных переживаний, для тебя просто это набор слов. Умных, может быть непонятных, аллегоричных. Но просто лишь информация. Ты просто воспринимаешь слова. Но ведь мы понимаем, что за словами Иисуса стояло что-то большее, чем просто учение какое-то.